Московские специалисты поделились опытом борьбы с астмой и другими заболеваниями с липецкими врачами. В городе завершилась межрегиональная медицинская конференция, посвященная респираторным заболеваниям. В Липецкой области бронхиальной астмой страдают почти две тысячи детей. Стоит отметить, что за последние 20 лет распространенность этого заболевания возросла в три раза. Лечение этих детей и постановка диагноза проводятся у нас в областной детской консультативной поликлинике. То есть дети с повторными бронхитами, с какими-то одышками, с устящим дыханием обращаются к врачам-участкам. Они направляют к нам в поликлинику к аллергологу-кульманологу, где проводится более углубленное обследование и назначается лечение этим детям. По данным врачей, рост заболеваемости астмы связан сразу с несколькими причинами. Это экологическая обстановка, искусственное вскармливание малышей, неправильный образ жизни, в том числе и пристрастие к пагубным привычкам. Будущая мама не должна курить. Московские специалисты уверены, астма не приговор. Главное вовремя диагностировать заболевание. Достаточно много олимпийских чемпионов в России болеют астмой. И в этом отношении там нет ограничений в качестве жизни, если пациент правильно ведется с самого начала. Поэтому он, зная, что у него есть заболевание, в определенный период времени знает, что нужно обязательно принять лекарство, допустим, на фоне вирусной инфекции. Продолжение следует...